всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж 23 данный ролик будет посвящен польским катерам и лодкам почему именно польским катерам и лодкам потому что это одни из допустим лодок качественно очень качественно и хорошо сделанных которые имеют сделаны не под стационарные моторы а под подвесные моторы вот сейчас рынок катеров с подвесными моторами достаточно такой вот убогий потому что в принципе их совсем мало они совсем древние и очень много полностью убитых лодок это лодки в первую голову билайнера американского производства вот и поэтому здесь но есть большое количество людей которые ищут себе хорошие качественные лодки и вот здесь ни в коем случае не надо исключать и свое внимание из своего внимания катера польского производства то есть вот сзади меня находится еще раз говорю польский катер галлия 530 это очень приятно сконструированный катер европейского типа то есть несмотря на 530 размер как вы видите катер имеет иллюминаторы у него нормальное стекло хорошие вот катер имеет элементы деревянной отделки имеет красивый кокфит что в принципе это говорит о высоком классе катеров и лодок которые делаются допустим польши скажем так огромное количество кексиров кексилеров которые ходят у нас по нашим водоемам они в принципе точно таким же образом имеют свое польское происхождение то есть вообще в как бы лично мне если так вот ну вдаваться ну вот эти вот подробности больше всего нравится вот именно европейские лодки поскольку они но какие-то они такие более приятные что ли они более комфортные более более интересным продуманные и качественно сделан то есть вот допустим в отличие от американских лодок американские лодки ну вот они идут постоянно в работе они постоянно идут в ремонтах в принципе это очень тоже неплохие лодки но при этом они все сделаны они делятся как-то вот на очень серьезное расхождение между бюджетом и не бюджетом то есть и огромное количество решений которые там принимаются что ли это как раз решение очень бюджетное то есть когда например делается вроде дорогой элемент но при этом он делается максимально просто быстро и чтобы вот просто вот он был еще то есть вот допустим финские лодки польские лодки то есть они имеют приятную деревянные элементы инкрустации то есть видите вон там ручки сделаны деревянные это все очень приятно для этого для пользователя то есть то чего не будет никогда вот натурального дерева в американских Катерах не будет практически никогда, если это только не мегаяхты, которые там очень дорогие. А вот, допустим, посмотрите финские лодки, посмотрите там, допустим, тот же самый Ямарин, посмотрите вот Галия та же самая, вот у меня были там вот Амазфит Костелло или Амазон Костелло, не помню. То есть, посмотрите, элементы выполнены из дуба, из тика, то есть лодки сделаны более культурно, более грамотно. Это первый момент. Второй момент. При изготовлении лодок под подвесные моторы, например, у поляков есть лодки под моторы до 300 лошадиных сил. Я помню, общался с производителем данных лодок, название лодок уже не помню, когда он разрабатывал лодки, то есть морского базирования, 8-метровые лодки с мотором под 300 лошадиных сил под подвесной мотор. То есть, вот даже такого плана лодки, в принципе, у поляков делались. Это очень-очень неплохо. А так, это еще раз говорю, если вы себе выбираете лодку непосредственно под подвесник, обязательно смотрите не только на американские лодки, а смотрите на польские лодки, смотрите на финские лодки. То есть, это вообще, в принципе, на европейские лодки, потому что вы получите, вероятнее всего, более качественное судно, выполненное более качественно изначально и сделанное более качественно, чем, допустим, бюджетное, там абсолютно бюджетное катера и лодки, которые вы уже можете купить, допустим, американского сегмента. То есть, вот. Поэтому здесь вот такая вот тема. Вообще, в принципе, ну, у меня была своя польская яхта. Что я могу сказать? То есть, вот, например, если сравнивать, например, уходить от катеров и сравнивать, например, по классу изготовления катеров яхт, к примеру, польских и, допустим, американских. То есть, у меня были и те яхты, и другие яхты. То есть, я имел возможность сравнить. То есть, попадая в американскую яхту, например, в МакГрегор, ты ощущаешь себя, что ты находишься в больничной палате. У тебя белые стены, белый потолок, кругом один голый пластик. Есть какие-то элементы тканевой и кожаной отделки, но всё это сделано очень-очень-очень недорого. Попадая в польскую лодку, ты кругом видишь натуральное дерево, хорошо сшитую мебель, хорошие материалы. То есть, и даже лодка, допустим, какая-то, например, не очень дорогая, то есть, более так, средней ценовой категории, оно всё равно будет выглядеть более дорого и более эстетически приятно, чем, например, в сравнении со своим американским собратом. Ну и опять же, допустим, я помню, когда продавал вот эту вот свою яхту польскую, да, ко мне приехал покупатель, и он просто борта потрогал, говорит, всё, я её покупаю. Я говорю, а что? Ну, тогда для меня это было, в принципе, неожиданностью. Он говорит, мы перетрогали, говорит, американских лодок, у них у всех борта полностью гуляют и гнутся. Ну вот, да, действительно так, то есть, американские яхты, они сделаны, могут быть более тонкие, там, МакГрегор, он однозначно более тонкий по своему корпусу, чем, например, те же самые польские яхты. Поэтому здесь, как бы, единственное, в Польше, кстати, очень большой рынок катеров под подвесники, то есть, там есть целые группы хардтопов, начиная там с небольших, там, недорогих Техасов 540-х и кончая там более дорогими лодками. То есть, в принципе, как бы, рынок, своеобразный рынок. Почему поляки делают такие лодки? Потому что, в принципе, ну, я так понимаю, что основные покупатели у них всё-таки немцы. По крайней мере, в своё время я очень сильно сожалел о том, что я не купил Санхорс 25-й польский, а предпочтёл ему обратно американскую яхту 26-й МакГрегор. То есть, по той простой причине... И я об этом сожалел очень-очень долго, после того, как я уже привёз МакГрегор. То есть, и, в принципе, глядя на то, чего я, в принципе, не приобрёл, ну, это вызывало чувство особой, ну, некоторой досады. Данная яхта, кстати, ушла тогда в Германию и, наверное, до сих пор там и плавает. То есть, по-моему, она на рейн ушла. Вот, если мне память не изменяет. Потому что я списывался тогда с владельцем, с хозяином этой яхты. Очень долго мы с ним общались. Вот, даже после того, как он эту яхту продал. То есть, вот такая вот картина. Ещё раз говорю. Очень неплохо сконструированные лодки. Обязательно надо на них смотреть. Если вы ищете себе лодку под подвесной мотор, обязательно рассматривайте польские катера и яхты в том числе. То есть, если вы ищете себе мотосейлер... Ну, я, если честно, я альтернативы Санхорсу 25-му просто даже не вижу. Вот, МакГрегор рядом не стоял по отношению с ним, по уровню комфорта. Ну, хотя у МакГрегора есть свои фишки. МакГрегор больше катер, а, допустим, Санхорс – это всё-таки яхта. Это полноценная яхта. То есть, это яхта, но яхта при этом компромисс, который может быть мотосейлером. Вот. То есть, ну, при этом с точки зрения парусности она ходить будет однозначно под парусом лучше, чем, например, тот же самый МакГрегор. Вот. Но это, говорю ещё раз, это отвлекаясь, это в сторону яхт. Я не говорю там про... Извините, ещё раз отвлекусь. То есть, я не говорю, допустим, про Максвум. Максвум 28. То есть, это достаточно легендарная лодка. Вот. Просто лодка изумительного качества, яхта изумительного качества. То есть, которая просто очень дорогая в своей отделке, как внутри, так и снаружи. То есть, это и с своим парусным оснащением. Скажем, маловероятно, что в Америке будут заморачиваться и изготавливать такую яхту. Ну, то есть, просто для них это будет дорого и физически нецелесообразно. А поскольку, допустим, европейский рынок, европейский потребитель, он как бы более капризен к комфорту и качеству. Поэтому, как бы здесь, вот, и польские лодки основаны в первую голову на него. А водоёмов в самой Польше тоже очень-очень много. То есть, там одни мазуры чувствуют. Вот. Вот, где проводятся постоянные яхтенные регаты. Вот. И поэтому, как бы, но если с яхтами можно в Польше влипнуть, влипнуть имеется в виду с тем, что купить яхту гаражного производства. А вот вы не ослышались. То есть, например, в Польше очень развитое гаражное производство яхт. Потому что из того, что я встречал, это единственная страна, в которой можно купить матрицу для изготовления катера или яхты. Давайте сейчас тормознусь. Ну, как я всё время говорю, мне приходится делать паузу, иначе ролик получится без звука по непонятной причине. Вот. Как ещё раз говорю, что, в принципе, это единственная, Польша единственная страна, где совершенно свободно в продаже. То есть, по объявлениям можно просто купить корпус яхты, матрицу для изготовления корпуса яхты. Соответственно, материалы все есть, Европа рядом. То есть, всё, как бы, всё в свободном доступе, проблем никаких нет. И поэтому многие это дело делают. Вот. Вот. Гаражные яхты получаются иногда очень хорошие. Бывает, что они получаются полным кошмаром. По крайней мере, мне рассказывали про одну польскую яхту, которую владелец привёз на Мазур, сбросил её, встал на борт, и яхта получила оверкиль. То есть, вот такие вот вещи тоже там случаются. Вот. С катерами такое реже. Катера в основном имеют серийное, мелкосерийное производство. И, в принципе, как ещё раз говорю, это очень неплохая альтернатива, допустим, желающим купить себе хороший качественный катер, комфортный катер, уютный катер, приятный в своём обращении для подвесного мотора. Причём, с самой большой мощностью. Вот данная галлия пришла со 150-сильным мотором. Так что, вот, я обязательно сниму ролик вот конкретно про эту яхту. Я сделаю обзорный ролик про неё, потому что сейчас работы вот завтра начинаются уже очень активно, потому что у меня пришли уже все материалы под неё. И завтра уже, ну, я начну с ней заниматься плотно. Вот. Перед тем, как начать заниматься, конечно, я сниму обзорный ролик, чтобы показать, как выглядела лодка до момента начала с ней работы. Так что, вот, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Ещё раз говорю, не надо зацикливаться на приобретении, на поиске американской лодки. То есть, не всегда американская лодка будет хороша. То есть, вот данный корпус сделан гораздо лучше, чем любой билайнер дешёвой серии. Это 100%. Он более просторный, более комфортный и более уютная лодка. То есть, и самое ещё раз говорю, главное, сделана она будет круче. Вот этот катер сделан круче, чем, допустим, любой билайнер. Вот, билайнер имеется в виду под подвесные моторы. Под стационарные моторы, там уже, это уже другой разряд катеров. Они там более мощные, более крепкие, более надёжные. А под подвесники, это поскольку очень всегда небольшие лодки, вот, идеальный вариант. Вот этот вариант идеальный, Yamarin 59, идеальный вариант. И вообще, в принципе, если вы ищете себе подобные катера, финны, французы, поляки, немцы, может быть. Не знаю, правда, вот немецких яхт и лодок не попадалось. Ну, им это, по идее, нафиг не надо. То есть, они всё своё производство у поляков как раз сконцентрировали. Вот, то есть, а так, говорю ещё раз, финны, ну, финны, финский, польский производитель, ну, Франция. Вот, это вот такие вот три направления, которые обязательно надо рассматривать, если вы ищете себе какую-то качественную лодку. А уже после этого смотреть на американские катера. Так что, вот, будет вопрос, как всегда, через почту, почта 1серж23собака.mail.ru. Пишите, обязательно отвечу. А так, спасибо за внимание. До свидания.